Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта в студии Павел Михно. Гомельский локомотив продолжает укреплять свои ряды перед стартом нового сезона в чемпионате Беларуси по футболу в первой лиге. Железнодорожники подписали очередного новичка Евгения Калинина. Он начинал карьеру в дубле Борисовского Батэ в сезоне 2012-2013 года. Полузащитник вошел в заявку желто-синих на участие в групповом турнире Лиги чемпионов и 1-16 Лиги Европы. Футболист также выступал за Слуцк, Сморгонь, Витебск, Новополуцкий Нафтан, Слоним-2017 и Оршу. Последним клубом 25-летнего хавбека стал Могилевский Днепр. Напомню, ранее в стан локомотива вернулись Дмитрий Вашкель, Максим Санец, Андрей Соловей, Андрей Кухаренок, Алексей Савко и Владимир Старостин. В очередном поединке женского чемпионата Беларуси по баскетболу столичный РГОР одержал верх над командой Гомель-Сош. Менчанки уступили первую четверть, но затем взяли игру под свой контроль и завершили встречу со счетом 78-51. Напомню, двумя днями ранее РГОР проиграл Брестской ЦОР Виктории 83-62. А Гомельские Рыси уступили минской дружине Горизонт Дворцов 66-60. В Гродненском дерби Олимпия оказалась сильнее Виктории 102-73. Гомельчанка Софья Каменева стала лауреатом фестиваля баскетбольного мастерства «Шаг в будущее». Финал первого юношеского фестиваля прошел в Минске перед матчем мужских сборных Беларуси и Швеции. За награды боролись лучшие баскетболисты от каждой области и города Минска. В заключительном раунде гомельчанка обошла Марию Бойко из столицы и Марию Лясковскую из Гродно. Среди юношей лучшим стал Егор Ботвинков из Могилева, второе место занял Егор Габинович из Гродно, замкнул тройку призеров минчанин Илья Василевский. Завершились Олимпийские дни молодежи Гомельской области по плаванию. Спортсмены выступали на дистанциях, которые входят в программу Олимпийских игр. За победу боролись 10 команд из регионов области и районов Гомеля. На турнире разыграли 34 комплекта наград. В общекомандном зачете победила команда центрального района Гомеля. Второе место заняла сборная Жлобина. Бронза досталась команде Светлогорска. За лидерами разместились пловцы из железнодорожного района Гомеля, замкнули пятерку лучших спортсмены из Новобелицы. По итогам этого турнира будет сформирована областная команда на Республиканские Олимпийские дни молодежи по плаванию. В первый день я плыл 200 комплексов. Это одна из основных дистанций. Занял я первое место с неплохим достаточно временем. Во второй день я плыл 200 брас, занял третье место. Время так себе, но есть над чем поработать. Нам немного не хватило сил, наверное, на королевую эстафету, потому что уже были немножко все уставшие после заплывов. Не хватило времени отдохнуть. У нас есть сильные юниорки, такие как Елизавета Коршак, Елизавета Привалова, Кристина Шматкова, Ангелина Малащенко. Я думаю, что эти девочки будут бороться за призовые места на Республике. В основном сильнейшие пловцы – это пловцы города Гомеля, в основном. Но также очень сильно представлена команда города Жлобина, очень сильно представлена команда города Светлогорска. Поэтому я думаю, что совместными усилиями команда Гомельской области покажет очень хороший результат на республиканских соревнованиях. Гомель примет турнир «Клинки по лесе». Бороться за звание лучшего будут девушки и юноши 2004 года рождения и моложе. Соревнования пройдут с 1 по 4 марта на базе Центра Олимпийского резерва по водным видам спорта и фристайлу. Начало в 11.00. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры подогнал «Симон»!